Надеюсь, видео выйдет, когда у меня уже будет работа, чтобы показать свой путь. Пока что хочется только на ручки. В пятницу я ещё иду на другое, другую работу. Как какую правильную стратегию выбрать? Ехать на интервью или не ехать на интервью? Дождаться ответа или не дождаться? Итак, сейчас я еду в Санветан, и там у меня будет фаштельный скешпрей. Типа интервью, на позиции выбирай слайдерин и фут, и ехать примерно три часа. У меня никаких нету нервозностей, потому что я уже прилично помню ночи красивые. Очень много говорила с ним, с швейцарцами, проходила интервью, и у меня вообще нету никаких страхов, или я не готовилась. Я просто честно говорю, рассказываю. И, кстати говоря, это моё первое путешествие одна. У меня тоже нет никаких страхов. Обычно у меня такое, что мне нужно что-то делать, куда идти, где пересесть. А сейчас я понимаю, что всё так понятно, легко, и я спокойно очень. Больше всего я переживала, честно говоря, что я буду делать три часа в поезде туда, и три часа в четыре в поезде обратно. Я решила почитать книжку. У нас был термос. Первое июня. Я посмотрела, что я уже отправила около сорока резюме. Блин, какая красотища. О, мой, ну как шикарно. Хорошо, что я сегодня поехала. Хотя я и не хотела ехать, потому что я думала, какой начерпи-рай Night Dream. Но, господи, я не могу отрывать глаз. Ещё немножко расскажу про мои поиски работы. Вчера я работала в ресторане официантом. Меня туда ввели по знакомству. Свертили тем людям, которые говорят, что в Швейцарии нельзя устроиться по знакомству. Нет, связи всегда решают. Нетворкинг и всё такое. На скалолазании меня познакомили с одним бывшим политиком, который помогает сейчас украинцам. И я ему рассказала про себя. Мы с ним разговаривали. И, в общем, он был рад. Он пришёл к судьему поезд, поэтому я сейчас сяду. Так вот, значит, я рассказала ему, какая у меня ситуация. Я волонтёрчу работу. И, в общем-то, я просто в шоке. Какие виды. Мы с ним полазили вместе. Я его страховала, он меня страховал. В конце я говорю, ну что, может быть, обсудим? Он говорит, хорошо, давай обсудим. И мы пошли в ресторан, выпили вино и поговорили про мои, так сказать, возможности. Он сказал, хочешь поработать в ресторане? Я говорю, да. И мы пошли в ресторан. Он познакомил меня со своим другом-шефом. Я поработала и рассказала там свою историю. И вот так это всё идёт у меня, что я везде рассказываю, делюсь, спрашиваю, не боюсь. И самое приятное, что я получаю постоянно от всех комплименты или вопрос. Почему я так хорошо говорю на немецком? Я говорю... Сначала я не знала, что отвечать. Потом я говорю, я просто усердно учу. Всё. Я везде вообще стучусь во все двери. И меня это не останавливает. Поэтому, если вы переживаете, боитесь или что-то, думаете, о, меня там пошлют, ну и пошлют. А в другом месте не пошлют, а вам скажут, что да, приходите, мы в Абрады и всё такое. Мне очень встит тот факт, что мне помогает куча людей. Сейчас я работаю с Хэдли. Это женщина, просто фольгас, которая толкет вообще. У меня иногда ощущение, что она хочет больше работы, чем я, потому что она... Когда я уже хочу отдохнуть и ничего не делать, она говорит, так, Ольга, ты отправила письмо туда сюда. Я нашла вот эту работу, нашла сюда. И вот у меня завтра, нет, ещё в пятницу, будет тоже интервью. Это рядом с тем рестораном, где я работала. И ещё в четверг я жду. У нас уже скоро будет. Там интересный вопрос был, можно ли остаться после проекта ещё три месяца. Ещё я хотела рассказать про другую вакансию, на которую я подавалась. Это работа в отеле, на баре. И нужно сказать, что я не знала, что это так круто работать на баре. Мы целый час, наверное, с шведом разговаривали. Я подумала, почему в гости не помола это. Время на часах пол-одиннадцатого. Я возвращаюсь со своими путешествиями. Сегодня было очень насыщено по интервью. Я была 40 минут на разговоре. Очень много спрашивала, как для меня такая работа, какие-то ситуации ставила. Не готовилась вообще ни к одному вопросу. Я просто по-честному отвечала. Нет. Иногда не по-честному. Но я чувствовала, что надо так ответить. После разговора она немножко мне показала внутри организацию. В общем, во все двери стучатся, которые закрыты, которые невидимые даже. Но тот, кто не останавливается, все это делает и не сомневается, что все получится, у того все получится. Увижу это я через два месяца. Надеюсь, я увижу это пораньше, потому что я поставила себе цель уже в мае найти работу. Но как бы уже первое июня, а у меня до сих пор ее нет. Надеюсь, что в ближайшее время все разъяснится. Всем привет. Вещаю с первой береговой линии. Она там недалеко. И, в общем, я прошла еще одно интервью. В пятницу я пойду уже на пробу Arbeit. И надеюсь, здесь все получится, потому что мне нравится такая работа. Это ресторан, в котором я разговаривала, очень такой дружелюбный. Сразу на «ты» перешли. Здесь это, в принципе, обычное дело. Сегодня 7 июня. Я вышла на пробежку, потому что я не занималась спортом уже примерно недели-две. И сегодня я созванивалась с отелем. Мне предложили приехать завтра. Но я сказала, что там нету так из карты на завтра нигде без лежащих деревнях. Это типа билет, по которому я могу поехать куда угодно и заплачу только 45 франков. А так, если бы я туда поехала, это стоит примерно 53, что ли. Побелать я пошла. Уже запыхалась. Как бы я волонтер. Это дорого. Я говорю, может, вы мне купите? Она такая, я бы купила, но мы могли бы купить для тех, кто... Для того, кто будет работать у нас, договор составим. Я такая, ну так я и хочу у вас работать. Составим договор. Она такая говорит, ну ладно. Давайте вы просто купите, привезёте мне карточку эту, и я вам отдам деньги. Я такая, отлично, договорились. Как бы за спрос никто не стукнет. Сейчас я ещё жду от другой женщины информацию. Если она скажет, что окей, давайте завтра. Ну я и продолжу завтра. Тогда я то интервью перенесу и приеду на два интервью. Если ещё кто-то мне скажет, да, давайте. Потому что я отправила... Место называется Давос. По правилам ещё где-то 6 или 7 бевербангов. Резюме с мотивационным письмом. Вот такие шаткие, зависящие друг от друга обстоятельства. Они немножко затрудняют дыхание. Затрудняют принятие решения. И как бы каждый день не наездишься в Давос. Туда ехать 3 часа на поезде, потому что 3 часа обратно. Хотелось бы как можно больше интервью назначить в один день. Уже нахрен подписать этот контракт. В пятницу я ещё иду на другое. Другую работу на целый день. Сложная жизнь. Но очень интересно, что же будет дальше.